Лучший автомеханик Хана целый день помогает сломанным машинам Всё готово Спасибо, Хана Пока Что-то я проголодалась Точно! У меня есть пончики Посмотрим Хана! Мне пора на работу А у меня ручка оторвалась А ещё у меня шина старая Поменяешь? Ладно, сейчас посмотрю Начнём с ручки Алло? Тут авария, можете приехать О, хорошо, я сейчас буду В чём дело? Там авария, надо ехать Что? А как же я? Я сейчас починю ручку, а шину поменяю потом Всё, поехали Хорошо Но я хочу новую шину Сегодня так много дел Да уж Я голодная Я же взяла с собой пончик Фэн! Это же ручка Стоп! Привет! Привет! Что это? Это же пончик Откуда он здесь? Я дома Тайя, в чём дело? Что случилось? Представляете? Хана вместо ручки повесила мне пончик Что? Она всегда была такая Такое уже случалось? Да Она всегда была рассеянной Серьёзно? Серьёзно? Расскажи о ней Расскажи! Ну хорошо Мы тогда только въехали на эту станцию Красота! Да уж Ну что, нравится новая станция? Ещё бы Но больше всего мне нравится эта мастерская Да Ты же всегда хотел в мастерскую Теперь осталось найти механика Да Нашей станции нужен самый лучший автомеханик На объявление о поиске автомеханика пришло много людей Ух ты Он очень сильный Да Вы очень сильный Теперь отремонтируйте автобус Конечно Это я умею Больно Не придумывай Всё готово Что ты как маленькая? Первый кандидат был сильный, но он не любил машин Ты часто кажешь? Да И колёса плохо ходят? Да Ты недавно был на пляже? Ну как вы об этом узнали? У меня свои методы Ух ты Он профессионал Так Теперь посмотрим Что ты делаешь? Ты испачкал костюм Простите Ненавижу, грязь Второй кандидат оказался неприятным человеком Кандидатов было ещё много Я тебя починю Да вы и сами больны Но никто из них нам не подходил Теперь хорошо? Не тот размер На сегодня хватит Согласен Стойте И тогда пришла Ханна Вы же ищите автомеханика, да? Да, но сейчас уже поздно Пожалуйста, дайте мне шанс Ремонтировать машину Это моя мечта Давай дадим ей шанс Она так хочет Ладно Отремонтируй машину Хорошо Интересно, у неё сил-то хватит? Привет, я тебя починю Давай приступим Это не тот чемодан Я всё перепутала Оооо Приключение Тайо Неужели это правда? Ну, как же тогда Её взяли на работу? А? Хана! Привет, Хана Привет Хана, ты мне вместо ручки повесила пончик Извини, я торопилась и перепутала Но обещаю тебе хорошую шину Правда? Тогда меняй скорее Ладно, секундочку Ой-ой, а шин-то и нет Ну вот Ханна, где твоя кепка? Что? И правда, где же она? Может ты ее где-то оставила? Думаешь? Ханна рассеянная Ладно, я скоро вернусь Поехали Эй, Ханна Ну вот, куда это она? Она же хотела поменять мне шину Она поехала за кепкой Она эту кепку любит больше, чем меня Ну что? Но кепка ей и правда очень дорога Про это тоже есть история? Да, давайте я продолжу свой рассказ Пожалуйста, дайте мне последний шанс Ладно, завтра у тебя будет еще один шанс Правда? Спасибо! Но смотри, не опаздывай Да, конечно! Настал следующий день Уж теперь я все сделаю как надо О, что происходит-то? Он сломался Надо помочь Но я же тогда опоздаю Нет, я его не брошу О, нет В чем дело? У меня заглох двигатель Да Я помогу Правда? Спасибо Эй, Ханна опоздала к назначенному времени Видишь, она опять опоздала Она вид хорошая девушка Все, больше ждать не будем Стойте! Я опоздала Еще как опоздала Твое время давно прошло Я знаю Но дайте мне шанс Нет Такой автомеханик нам не нужен И Ханне снова не удалось получить работу Правда? То есть вы и тогда ее не взяли? Но потом Как же тяжело найти механика Сито! Кварь! Как иду в поиски механика? Плохо! Никто не подходит Ясно А ты почему так поздно? Ох, да я по дороге сломался Но мимо проходила девушка Она мне помогла Она отличный специалист И к тому же добрая Вот бы нам на станцию такого механика Вот как? А что за девушка? Очень симпатичная Кажется, ее звали Ханна Что? Опять меня не взяли Ну ничего, будет еще шанс Я так хочу быть автомехаником Ханна? Что вы тут делаете? Я хочу тебе сказать В чем дело? Ван мне все рассказал Ты опоздала, потому что захотела ему помочь Это так? Да Но не могла же я пройти мимо А Прости Я был так неправ Я хотел найти идеального механика Но нам-то нужен тот, кто любит машины так же, как ты Что? Ханна Ты согласна у нас работать? Серьезно? Да А еще У меня для тебя Ух ты Спасибо, Сито Не за что Смотри, не подведи Ладно Ура! Я автомеханик! Ты рада? Еще бы Вот так Ханна и стала нашим автомехаником А этой кепкой она до сих пор очень дорожит Как трогательная! Не знал, что у кепки есть история А вот и мы Ханна! Ты нашла кепку? Нет, но зато Тайя, вот твоя новая шина Ну что, нравится? Да, большое спасибо Но как же кепка? О, насчет нее не волнуйся Кепка мне дорога, но твоя безопасность гораздо дороже О, Ханна А вот там разве не твоя кепка? Странно, как она тут оказалась? Какая рассеянная Да, очень рассеянная Как хорошо, что она нашлась Ханна, эта кепка тебе невероятно идет Это так красиво Какие-то вы все сегодня странные Но на это есть причины Да? И хотя Ханна иногда была утрассея Она все равно лучший автомеханик Хочу щенка Тихим солнечным днем Тайя едет по городу Ух ты, какой хорошенький Это твой щенок? Да, правда, милый? И такой умный Лапу Вот это да! Это потрясающе! Я тоже хочу щенка Что? Щенка? Да, щенки, они потрясающие О, так можно мне щенка? На станции слишком опасно Здесь машины Я буду за ним присматривать Обещаю Обещаю Как же я хочу завести щенка Ух ты Ведь мне запретила А, извини Я поехал Не надо! Мне не разрешают заводить щенка Ну вот Что же делать? Сиди тихо Зачем я тебя взяла? Тш, потише Что такое? Щенок? О, щенок мой милый Да, и откуда он? Ну, понимаете, он был бездонный Да? А ведь Ханна запретила здесь держать щенка Да, я знаю Он такой милый Ребята, давайте будем его прятать Никто и не узнает Да, нельзя же его выгнать на улицу Будем о нем заботиться Так у маленьких автобусов появился новый друг Наступил следующий день Есть Дайон, никого нет Да, выходи Привет Присвезли, он еще красивее Ребята, нам, наверное, надо дать ему какое-то имя Да, но только какое Раз он черный Может, черныш? А ему нравится Тогда пусть будет черныш Хорошо Да, черныш, выполняй команды Сидеть Стоп Он слушается А теперь я Черныш, прыгай Прыгай Что? Меня он не слушает Черныш, смотри Ух ты, замечательно Ну что тут за шум? Тут, кажется, лаял щенок Да, это я, лаял Вов-вов-вов-вов Это вот изображали животных Дороги Да Ку-ка-ли-ку Пока Ку-ка-ли-ку Вам пора на работу Собирайтесь Ладно Чуть не попались Но кто же тут будет присматривать за чернышом? Давайте я У меня сегодня выходной Может, нам всем по очереди брать выходные, а? Да И друзья стали по очереди присматривать за своим щенком Молодец Та-дам Смотри, я сделал тебе будку Нет Он потрясающий Правда? Я тоже хочу щенка Кстати, Дьюри А ты не хочешь его взять? Зачем? Ну, мы пока прячем его от Ханы Но Если она узнает Она его у нас заберет Если бы он жил у тебя Я бы по-прежнему мог с ним играть Да, я спрошу у мамы Правда? Правда? Спасибо, Дьюри Не за что Приключения Таю Следующим утром Друзья собираются на работу Сегодня с чернышом остается Лэнни Ребята Ребята У нас проблема Мне сегодня надо на работу То есть мы все работаем А как тогда черныш? Придумал Я возьму его с собой Что? Но Он будет сидеть тихо Да, черныш? Какой молодец! Ты хороший бёсик! Всем привет! Привет, Тайден Ты куда? Что там за шоу? Брызь! Брызь! Черныш, прекрати! Как же я сегодня устал Представляешь? Да, прямо в автобусе А зачем они здесь? Таю! Роги! У нас беда Кто-то сообщил в полицию Что черныш был в автобусе Что? Правда? Да! Черныша отправят в приют Для животных И мы его больше не увидим В приют? Этого допустить нельзя Таю! Они все знают Что же делать? Эй! Куда ты? О, беги! Черныш! Ты в порядке? Ты в порядке? Ох, ты чуть не погиб Машины для тебя очень опасны Ох! На станции слишком опасны Здесь машины Ох, так вот о чем говорила Хана Ах Если черныш будет на станции Может случиться авария Ах И Таю привез черныша на станцию Ах Таю, ты прятал щенка И брал его на работу Простите Хана Я уже позвонил в приют Они скоро приедут Ладно Руки Скажи, а что будет, когда черныша отправят в приют? Оттуда его заберут в новую семью И тогда мы сможем с ним видеться Это будет непросто То есть мы его не увидим Хана, а можно мы его оставим? Мы будем за ним присматривать Ребят, я вас понимаю Но это ради его же блага Ты прав Здесь чернышу будет небезопасно Таю Наверное, из приюта Что же делать? Привет Это Чури Зачем ты здесь? Мама сказала Мы можем взять черныша Ну правда? Хе-хе Хе-хе Логи Хе-хе 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 Молодец Сделай Привет Хе-хе 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 Черныш Ура Хе-хе Хе-хе У вас у всех выходной? Хе-хе-хе И мы так соскучились по чернышу Хе-хе Хе-хе Я так рад, что ты смог его взять Хе-хе Хе-хе Теперь мы можем по-прежнему с ним играть Хе-хе 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 Можете приходить, когда захотите Хе-хе Здорово! Хе-хе Черныш, а ну дотяни меня Хе-хе 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 Теперь Черныш живет у Дьюри, но автобусы могут навещать его, когда захотят Спрашивай о чем угодно В школе начинаются занятия Сегодня мы будем угадывать, кто прячется за глазком Подсказка, там животные О, что же там? Таю, попробуешь? Я... ээээ... что же ответить? Метла? Точно там метла! Хм... ау! Мой ответ, метла! Тс-с-с Я же сказала, это животное, там был лес Ага, животное-метла! Вот! Я из-за тебя ошибся! Вот как? После школы друзья поехали на площадку Но почему такая пробка? Не знаю Не ждать же нам! Может поедем в объезд? Туда? Да, так будет быстрее За мной Подождите Осталось немного О, так еще хуже Ну вот, вышло еще дольше Уже вечер, даже поиграть не успею Да просто никогда нельзя делать так, как говорит Роги Да правда Наступил следующий день Вопрос такой Это силуэт котенка или щенка? Роги, по-твоему как? Я думаю, это щенок Правда? Спасибо Листич, это котенок Правильно Молодец, Тайя Спроси Роги и ответь наоборот Что? Надо будет тоже так сделать Точно Ваш мистер ошибка Вот это Надо мной смеются Что же мне с этим делать? Ага Он как раз должен проезжать Алло Мэтт! О, привет! Привет! Привет, а я тебя ждал Зачем? Просто друзья надо мной смеются, потому что я всегда ошибаюсь Я тоже хочу много знать, так же как ты Ты меня научишь? Ну, чему же тебя научить? О, сегодня после обеда будет дождь О, как ты узнал? Я определил это по облакам Ух ты, ты такой умный! Да ну, кстати, возле музея сейчас ремонт, выбирай пути объезда Ремонт? Надо сказать друзьям Спасибо, Мэтт! До скорого! Пока! Пообщаешься с Мэттом и сразу станешь умнее Роги! Привет! В парке цветет сакура А едешь с нами? Сакура? Ну нет, будет дождь! Будет дождь? Если Роги так говорит, значит дождя не будет! Нет, будет! Небо вон какое ясное! Поехали! Ух ты, здорово! Твой день такой хороший! Ну вот, я же говорил! О! Это... Это дождь! Идем домой! Да! Хе-хе-хе! Мэтт был прав! Я же говорил! Да ну! Тебе просто повезло! А? Постой! Нам не туда! В чем дело? Возле музея ремонт! Поездили вон-то! В прошлый раз мы за тебя полдня ехали! Я еду налево! Я тоже! Нет! Я тоже! Садик! Ты же поедешь со мной? Ну, я... Ладно! Вот и посмотрим, кто приедет первым! Я осталась! Ах, да, но зато мы приехали раньше, Рокки! Размечтался! Мы с Ганей уже даже помыться успели! А? Ну, а почему вы так поздно? Просто... Возле музея и правда ремонт! Такие пробки! Хе-хе-хе! Я же говорил! Да! Так что ты не мистер ошибка! Хе-хе-хе! А все благодаря Мэтту! Приключения Тайо! Хе-хе-хе! Привет! Рок! Все получилось! Я оказался прав, и друзья очень удивились! Брав! Рок слышит! Я буду приезжать каждое утро! Ты будешь меня учить? Хе-хе-хе! Ладно! Может, рассказать тебе про грозу? Расскажи! И Мэтт стал каждый день учить Рокки чему-нибудь новому! Слушаешь? Кто хочет ответить? Я! Ответ желтый! Да, правильно! А теперь кто? Я! Что это такое? Отвечаю! Рокки! Рокки становятся все умнее и умнее! О, точно! Что это со мной? Ты спал на холоде! Помойся теплой водой, тебе станет лучше! Ты в театр? Осторожней! Там большая лужа! Когда друзья хотят что-то гонять, они спрашивают друзей! Скажи, Рокки, как мне проезжать быстрее? Почему бы это острое? Ну, сейчас объясню! О, ты готова! Я не готова, ты без куны! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Спасибо тебе, Мэтт! Меня теперь прозвали всезнайкой! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Что? Воздушные шары? Да! Поедем все вместе? Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Отложили! Хо! Будет сильная ночь и ветер, так что ты осторожнее! Скажи, надо завтра утром сказать Робби! Доброе утро! Робби! А? Вы так рано проснулись? Мы едем на праздник! Надо занять хорошие места! О-о-о! А-а-а! Ладно! К Мэту я сегодня не поеду! Поехали! Ладно! Ммм, странно! Почему Робби нет? Мне надо ему сказать про праздник! К тому же будет у Робби! Что же делать? О-о-о! Будет так весело! Но почему никого нет? Да уж! И шаров тоже нет! Мы приехали рано! И скоро все будет! И погода стала странная! Такой сильный ветер! А-а-а! А-а-а! Что происходит? Вы что стоите? Будет ураган! Уезжайте! А как же тогда праздник? Его отложили! Езжайте домой! Здесь опасно! Как же так? Ты ошибся! Ну, просто... Домал тебя! А я на тебе верила! Мэтт говорил, что праздник сегодня! В чем же дело? Наступил следующий день. Надеюсь, Робби в порядке. Он сегодня не приехал. Наверное, злится. А что, если с ним что-то случилось? Мэтт! О! Робби! У тебя, наверное, были неприятности? Немного. Прости. Все из-за меня. Да что ты! Благодаря тебе мои друзья меня так полюбили! Что? Я тебе сейчас все расскажу! Я ничего не вижу! Мне страшно! Сначала я был очень напуган. Что же делать? Но я вспомнил, чему ты меня учил. Точно! Ты говорил, что в ураган надо поскорее спрятаться под крышу. Я завез друзей на подземную стоянку. Теперь все хорошо. А мне все равно страшно. Да? Я так боюсь! Бояться нечего. Гром так только звучит, но на самом деле он совсем не опасен. Правда? Так что бояться его не нужно. Ух ты, столько всего знаешь. А расскажи еще. Хотите услышать сказку про грозу? Да! Я рассказал им то, что ты рассказывал. Жен, а спятый человек в голубых одежде. Они стали слушать и забыли про свой страх. Как же интересно! Рассказывай дальше! А потом мы все вместе вернулись с тобой. Ясно. Ты не приехал, вот я и волновался. Я просто решил поспать. Мэтт, можно я и дальше буду приезжать к тебе? Мне нравится учиться. Да, я тебе рад. Приезжай, когда захочешь. Спасибо, Мэтт! Не за что. Кстати, у меня новости. Как красиво! Спасибо, что привел нас! Ты потрясающий! Наконец-то! Да, Роги, а откуда ты столько всего знаешь? А это... Секрет! Секрет! Если вы что-то не знаете, спросите, где об этом Мэтт. Продолжение следует...